Всем привет! Я Александр Беляк. Рад вас приветствовать на своем канале. Мы продолжаем здесь читать книгу Псалтири. Сегодня у нас 123-й Псалом. Друзья, напоминаю вам, что в рамках этого проекта я предлагаю вам делать 5 конкретных действий, которые помогут вам сделать это время максимально эффективным. Конечно же, прежде всего, читайте Слово Божье и делайте это внимательно. Размышляйте над прочитанным текстом Священного Писания. Оставляйте ваши комментарии под видео. Применяйте Слово Божье в вашей жизни, потому что мы не просто приобретаем знания, а мы приобретаем практику послушания. И, безусловно, передавайте Слово Божье другим людям, потому что в этом и есть наивысший смысл нашей жизни на земле. Если вы благословлены видео, то ставьте лайк, делитесь с вашими друзьями и, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить все эти новые видео, которые мы готовим для вас. Перед нами еще один из псалмового восхождения, который исполняли паломники по пути в Иерусалим. Три раза в году ходили евреи в Иерусалим на свои главные праздники для массового и торжественного поклонения Иегове. Лейт мотивом этого псалма является осознание и провозглашение того факта, что если бы не Господь, то его народ стал бы беспомощной жертвой людей. Две основные темы мы видим в этом псалме. Вначале псалмопевец воспевает Божью защиту, затем говорит о Божьей заботе. Беды и опасности, с которыми мы сталкиваемся, могут быть настолько серьезными, что никто, кроме Бога и Его чудесной силы, не может спасти нас. Всякое же избавление от Бога, потому нам и нужно славить Его. Если в 120-м псалме псалмопевец призывал нас полагаться на Божью защиту лично для себя, здесь же речь идет о народе в целом, помощь наша в имени Господа. Подобному автору этого псалма мы также должны побуждать верующих в нашей церкви доверяться Господу, чтобы не впасть в замешательство. Тем более, что никакой противник не может поразить нас, когда на нашей стороне Господь. Уверен, вы получите еще больше благодати, когда будете читать и размышлять над Словом Божьим. С вами был я, Александр Беляк, и пусть Божья благодать умножается в вашей жизни каждый день.